Долгожданный хоккейный праздник пришел в Нагорный. Кубок губернатора Нижегородской области стартовал. Болельщик соскучился по яркому ледовому шоу. Ему интересно увидеть в деле обновленная торпеда и вновь попробовать на вкус атмосферу переполненных трибун. Мы приехали издалека с Хабаровского края, порт Ванина. Это на берегу Татарского пролива. И здорово нам удачно повезло, что мы попали именно в тот период, когда проходит клубок губернатора Нижегородской области. Классно! Красочная церемония открытия, приветствие команд-участниц, исполнение гимна России всем стадионам, символическое вбрасывание от губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина с каждой секундой приближают долгожданный хоккей. Ну что, Нижегород, вы относитесь в хоккей? Наши бутырные три сезона, но они всегда встречают настоящую пупецко-правистская борьба. Походная, которая проходит в основном регулярно-ученькая. Ребята, я уверен, что все вы и так готовы, и гости в программу, которую пупецко-правистскую борьбу сегодня. В течение дня я буду отговорить, что я буду отговорить, что я буду отговорить. Я буду отговорить, что я буду отговорить. И пусть вы делитесь сильнейшими. Сам матч вобрал в себя огромное количество борьбы. Трибуны гнали молодую нижегородскую команду вперед. Новички изо всех сил старались показать себя. Старт выдался хорошим. Много болельщиков пришло. Было приятно играть в такой атмосфере. Парни друг друга поддерживали. На лавке лавка живая была. Старались вытащить игру. Поэтому не сдавались ни в коем случае. Интрига в матче щекотала нервы до самой финальной сирены. Соперники, московские «Динамовцы», дважды выходили вперед. Но торпедовцы не сдавались. И, в свою очередь, отличились дважды. Сергей Гончарух открыл счет своим голам за торпедо во втором периоде. А в самой концовке матча, при счете 1-3, когда нижегородцы пошли ва-банк и заменили вратаря шестым полевым игроком, Антон Шенферд сократил отставание до минимума. И пусть на дальнейшее преследование не хватило времени, аплодисменты от болельщиков торпедовцы заслужили. Ребята старались, конечно, не самая лучшая игра, но неплохая. Там были моменты хорошие, и моменты, что ошибки были. И очень важно, что сейчас на призунке эти ошибки, которые мы можем показывать на видео и учиться на это, очень важно. Не хорошо, что ошибки делали, но это очень хорошо, что есть на видео и можно справиться. Ну, это всегда, наверное, придает какой-то эмоциональный подъем, благодаря которому, наверное, происходит лучший настрой на следующую игру. Ярким выдался и другой матч первого дня Кубка губернатора. Минские динамовцы переиграли Хумо из Ташкента 6-3. Начало турнира выдалось боевое. Ждем продолжения. Кубка губернатора.